с приветом набутов вот удивительное дело смотрите нас нам касательно имеет отношение к олимпиаде история вы нам пишите что вот подруга тоже подтверждают живет в америке жалуются что по телевидению американскому только россия и украина никогда такого не было спасибо владимир владимировича что ввел в нашу страну в в топы ведущих мировых изданий и средств массовой информации ну и заодно повысил курс американского доллара к российскому рублю нет не очень нравится но тем не менее так что от фигурного катания давай отходим уже тем более что сейчас еще придет николай карлович а он тоже за нашими фигуристками следить очень известный он какие извините кренделя кренделяц какие элементы сложные уже сколько лет выписывать на общественно-политической небосклоне так сказать льду в прошлый раз мы выяснили что николай карлович джейсон мо моего сердца а в этот раз мы выяснили что он еще и фигурист так ребята честно говоря только украина и фигурное катание ребят ничего ничего нет ничего ничего нет 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 есть еще знаешь что сейчас я тебе расскажу это новости своего волшебного родного города ты знаешь что там жители решили значит заменить граффити с даниилом хармсом на световую проекцию беглого граффити с даниилом хармсом располагалась на пересечении улиц жуковского и маяковского это буквально ребята я вам скажу ну может быть километр от московского вокзала для тех кто будет гулять прям и и и 200 метров от невского проспекта такие две центральные улицы на этом же пересечении стоит на другом только углу моя школа который я посещал то что места мне хорошо известны ровно напротив дома хармса будете гулять обязательно посмотрите в этом же доме кстати где жил хармс внизу находится сейчас не по он есть до сих пор знаменит замечательный ливерпуль бар это один из первых в питере настоящих британских баров и он заменит еще тем что там давали свои пресс-конференции битлы когда приезжали но уже не в меду битлы не 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 в полном составе не конечно не приезжали минутка черного юмора хари харрисон приезжал и они поделят маккарт не приезжал который давал концерты и так далее вот они по традиции там выступает мой дружбан работают у них переводчиками традиционно великолепный знаток английского языка вот и собственно в этом же доме и жил хармс на нем было замечательное граффити которые закрасили как это традиция это питерская традиция закрашивать все крутые граффити значит что говорится в сообщении это фрагмент из заявления пресс-службы по организации наружного освещения города лен свет называется проекционное оборудование уже установлено и вот значит предлагают заменить граффити замазали сделан туда проекцию значит на опоре освещение закреплено оборудование подключено к соответствующей сети на месте были проведены необходимые пусконаладочные работы обожаю это световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания и тут подключились прекрасные инициативные жители санкт-петербурга потому что можно присоединиться к этой петиции они запустили петицию с требованием заменить губернатора петербурга световой проекции бедный беглов на него все ополчили уже более тысячи человек подписали и подобрать все фрагменты за петиции пользы будет все равно столько же а вот вреда как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника станет существенно и кратно меньше на самом деле ну чудовищный губернатор но очень милый человек в личном общении для политика милейшей души знаете знаете ну вот никакой в хорошем никакой в хорошем смысле не не злобный не без понтов каких-то такое вот ну мелкий юрист клерк там прикладыватель бумажек я уж не помню там из петербургской администрации или откуда там его вы вообще откуда он там пророс каким-то образом оказался в москве там в администрации президента работал как-то его в общем ну какая-то обычная чиновничья такая вот чем серее тем лучше вы знаете вот таким образом проложил себе путь в губернаторское кресло ну что может и не так черт его знает да и у меня конечно поражает господин шнуров который судя по всему то ли то ли серёге платят я не могу понять потому что каждую неделю он выпускает какой-то антибегловский клип я не уже один раз делал но остановись конце концов все на что это не влияет а он прямо сфигачиваю это же денег стоит мне творческий прорыв ну может может наверняка да я не исключаю что что это бабки потому что в питере сумасшедшая совершенно борьба сейчас идет за власть внутри она там и всегда были очень сложные взаимоотношения и страшная просто вражда кровавая вражда между ну я образно говорю хотя может быть и это и в реале присутствовал между экс-спикером сейчас уже экс-спикером загса макаровым главным единороссом которого ненавидит смольный и это просто война не на жизнь а нас мы там у ковальчуки который фактически контролирует город ну вы знаете кто такие ковальчуки да одна из главных питерских наших семей значит у них там свои интересы они воюют и с теми и с теми бегло с этими есть еще кру фракции крупных питерцев которые уехали в москве сидят там в администрациях президент у и там такой мрак просто город все это обсуждает этим живет дороги не убираются при этом ну в общем пока наши слушатели еще подключаются к разговору о ценах и о том как они растут да вот тут начали присылать вернитесь к разговору о ценах ребята мы подробно не будем возвращаться потому что мы вчера свете это обсуждали но вот например василий нам пишет из ростова я подчеркиваю юг ростов огурцы от 240 помидоры от двухсот двадцати чтобы вот что ты капуста от 65 что ты людей подначиваешь что ты людей подначиваешь сейчас в ростове сезон огурцов и помидоров логично почему они сейчас они что там под снегом что ли растут логично витя обожаю придет лето будут стоить 200 200 рублей она вот пока пишет есть огромная разница получать 20 тысяч и тратить на еду 10 а сейчас 13 15 или получать две с половиной тысячи долларов и тратить 300 долларов а сейчас 400 пусть владимир владимирович не рассказывает про рост цен во всем мире это из трансляции понятно комментарий владимир владимирович рассказывает про рост да он когда он про инфляцию говорил на пресс-конференции 8 там типа я уже не помню с каким-то хвостиком а вот вы посмотри а там а там а вот тут и как вообще а в америке как дела все плохо да мне мама также обычно рассказывает я и про фаму она мне про ерема сразу про америку мне начинает рассказать ни разу в ней не побывал мамочка привет большой я тебе уже много раз предлагал туда съездить съездишь посмотришь состоишь собственное впечатление без этого разговора бессмысленно я просто не могу не воспользоваться возможностью ты часто рассказываешь про ваш канал в ютюбе на бутовы но вот тут как раз к разговору об америке я не могу не прорекламировать тогда подкаст который делаем значит я титова аня наш коллега бывшая и лев ганкин для всех интересующихся он называется хватит ржать господа чудесный я тебе рекомендую как раз послушать вот выпуск который должен выйти сегодня и завтра анька титова в америке и вот как она рассказывает про свои там путешествия папа сейчас пока путешествует по филадельфии это будет просто гомерически смешно рекомендации на души а мы что вы не можем сейчас позвать она же не в стране да она сейчас в америке данный момент хорошо ладно воспользуемся нашими интерактивными средствами спросим у жителей аризоны которые нам пишет и сиэтла в ютюбе за нами следят и сиэтла алла вот нам писала алочка скажите пожалуйста сколько стоит в там ближайшем волмарте волмарте или я не знаю куда вы там ходите какой-нибудь мол или и маленький магазин овощи фрукты можете прислать давайте поймем какие то да там такой набор огурцы помидоры яблоки апельсины и может быть есть еще по памяти если вы ездите за рулем скажите сколько стоит галлон в америке галлонами продают то есть это почти 4 литра вам 3 8 десятых 3 9 десятых литра сколько бензик стоит аналог нашего там условно 95 но про американские зарплаты среднем их часто там рассказываем плюс-минус сколько они получают чтобы мы хотя бы могли сравнить борщевой набор в америке это мощно конечно бургерный набор а какой будет в америке кстати борщевой набор вот как он будет называться coleslaw набор нет coleslaw слишком примитивно вот тоже вот знаете вот вот мы россияне мы не хотим что какое-то простое блюдо придумать из там из двух элементов нет мы придумали борщ там тебе что и капуста и картошка и мясо и сметана и сколько туда всего входит поэтому такой дорогой понимаете все мы усложняем всегда вот кстати говоря из америки мне еще есть одна почем гречи в вашингтоне почем гречи в борщ сет наши слушатели присылают так в из америки пришла ужасная совершенно трагическая информация не знаю как мне даже реагировать в сша тысячи крещений мы сегодня о крещениях кстати будем говорить довольно много с николай карточчем потому что есть интересные новости по реализации храмовых новых новых храмовых проектов в россии при поддержке государства конечно же и по все-таки надо избавиться от недообеспеченностями недообеспеченности храмом храмами на там 100 тысяч жителей у нас есть определенный дефицит так вот в америке тысячи крещений признаны недействительными из-за одной маленькой ошибки католического священника я вот с такой историей ни разу не сталкивался не слышал подобных случаях я даже не знал что это оказывается можно отменить да в начале феврале а католический священник антрас аранга вынужден был покинуть пост настоятеля церкви святого георгия в финиксе это аризона после того как руководство епархии обнаружило что в течение очень многих лет почти 20 лет пока он служил там в этом заведении господин аранга использовал одно неверное слово когда совершал таинство крещения я бы даже сказал местоимения ну да одно из важнейших таинств христианской церкви то является неотъемлемым условиям спасения в католической теологии на сайте епархии феникс сообщается что после тщательного исследования выяснил что аранга во время крещения взрослых и детей на английском и испанском языках произносил фразу мы крестим вас во имя отца и сына и святого духа вместо я крещу вас во имя отца и сына и святого духа как пояснил епископ феникса томас джей омстед использование слова мы вместо слова я неверно поскольку человека крестит не община христос и только христос который присутствует во всех таинствах вот и соответственно из-за допущенной ошибки все крещения которые аранга провел до июня 21 года то есть за 20 лет фактически признаны недействительными теперь их придется проводить заново кроме того говорится сообщение парки недействительными стали и другие таинства проведенные после крещения аранга особенно конфирмация то есть миропомазание и венчание вы представите себе то есть еще все церковные браки людей которые которых он крестил теперь теперь незаконны потому что они получается по факту не крещенные все эти мероприятия надо будет проводить заново церковь призвала всех кто вступил в брак после крещения аранга срочно связаться с епархией не знаю бесплатно им будет это проводить или нет вот это засада а с другой стороны представляешь себе в этом жил человек мучился в браке например мучился 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 а тут раз тогда и кайфушка хоп и все не мог разместись потому что вроде церковный брак живешь по так сказать по по церковным законам развод это грех церковь его не одобряет это 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 а тут раз тебе хопа такой подгонял у такой тебе хоп очки расти гениальное гениальное сообщение прислал наш слушатель который написал петя святой петр имеется ввиду у нас возврат это просто так значит по ценам но во-первых значит креститься заново просто бизнес ничего личного и рпц на заметку и опять-таки вопрос к нашим американским слушателям и слушательницам действительно ли все эти услуги платные вот в рпц за все это надо платить прямо или косвенно и деньги не маленькие крещение ребенка там не знаю установленная установленная норма пожертвования или как то у них так это называется я думаю что в америке честно говоря у католиков американских все это дело совершается бесплатно про еду саш демидов зритель в ютюбе прислал тебе 100 рублей на мороженку спасибо и по поводу саша вы извините извините саша вы видимо не ходите в магазин вот пятерочку и в диксе при которой я сегодня рассказывал вы знаете 100 рублей уже не хватает на мороженое на мороженое на мороженое пальмовое мороженое а это которое растет на пальме типа да но потом растет в себе внутри неизвестно как да смотри про цены ты просил пользователь папа дровосек также спасибо за донат и он прислал нам в америке тоже нелегко живется в 2020 году в майами топлива стоило полтора доллара за галлон а сейчас аж 4 да вы что прикинь у меня приятель месяц назад из майами правда присылал фотку 2.89 у них галлон стоил но вот вы сейчас подтвердите или опроверните мои слова насколько я знаю в штатах там условно говоря сегодня упала цена на нефть как-то более менее значимо значит буквально на следующий день или через день дешевеет бензин на заправках прямо сразу же сразу же моментальная реакция и вообще насколько я знаю американские вот мне рассказывали ребята американский заправочный бизнес то у них основные бабки идут не у самих сетей заправок нет даже от продажи бензина а от продажи сопутствующих товаров от работы стора вот поэтому они совершенно спокойно снижает вслед за стоимостью нефти снижает цены на бензин так польша пишут наши слушатели яблоки 20 рублей за килограмм голубика 160 рублей за килограмм зарплаты вдвое выше наших польша при этом беднейшая европейская страна аборигены уезжают в германию ну беднейшая не польша но может быть не самая богатая так марат кипр огурцы 3-4 евро помидоры 2-3 евро литр бензина евро 40 гречка 3 евро за килограмм а цены правда повышаются работаю в торговле вы представьте себе ребята смотрите вы говорите что нам плохо живется кипр огурцы сколько 4 доллара ты сказал так 3-4 доллара 3-4 евро 3-4 евро да пускай по низу 3 евро 250 рублей килограмм килограмм огурцов не в магадане на кипре что с вами там происходит ребята катастрофа как киприоты живут бедные даже не знаю еще раз про штаты скажи что присылали сколько получается 4 доллара да сейчас да сейчас за галлоном в майами 4 доллара пишут плюс 7 900 серьезно так вырос на доллар 3-3 друзья мы продолжаем ютюб это о о так энд драйверу кабачки спасибо тоже за донатик ребята кабачки германия 6 евро за за килограмм давай давай сравни это люди голодают ребята не возмущайтесь ценами если государство начнет регулировать рынок нам мало не покажется это правда просто начнется дефицит с этим сложно спорить так так вчера в магазине пишет александр видел груша конференц 320 рублей это в гипермаркете в палатке у дома 390 это как еще раз сколько конференц 320 где в каком-то одном из гипермаркетов про индекс бигмака напоминают себе наши слушатели о бензин в калифорнии в лос-анджелесе конкретно на соседней заправке ольга пишет 4 доллара 33 соответственно цента за галлон ну то есть да ну да 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 даже чуть выше что я помню стоил 2 80 2 90 вообще-то у нас борщевой набор еще рассчитан без мяса об этом стоит как без и без вот так без мяса если исходить как можно как вы считаете борщевой набор без мяса помнишь ростат вот накануне опубликовал как мясо без борщевого набора можно это прекрасно да вот это вот рост цен на борщевой набор там нет мяса в тех цифрах которые озвучил ростат и то на что а мясо растет как ты понимаешь еще сильнее там мясо нет там только овощи мясо растет на деревья а у нас же пост скоро вот это постный борщ Денис из Сочи пишет там приходишь ты в рай а тебе говорят извините но ваше крещение отменили слушайте получается что если 4 даже 4 с небольшим доллар за галлон то это чуть больше доллара там доллар 10 центов пускай будет за литр примерно получается что по нынешним наших гигам ну плюс-минус я округляю 80 рублей литр да в штатах вот ну примерно 80 рублей литр да у нас сколько литр 50 рублей а буквально совсем недавно уже в штатах бензин стоил дешевле чем в россии да так что тоже хреново все хреново живут обратите внимание что мы ругаем нашу президент а он тоже это хорошо правда я так думаю я бы хотела сравнить хреновость жизни все-таки в америке в общем смысле и хреновость жизни у нас или в германии и у нас ну так просто пройтись вот по самой нижней планке в германии и по самой нижней планке в россии так любопытство ради не знаю что это мне надо сделать какой-нибудь такой какой-нибудь может быть такого действительно сравнительный нам с тобой проектик интересно по цифрам подобрать да 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 возвращаемся в эфир с приветом набутов ну смотрите как загнивает запад спасибо вам большое во первых за ваши рассказы и сообщения а наташа из троицка нам пишет троицк это в россии но дочка у наташи на всякий случай живет в городе сан-франциско троицк а может быть наташа в курсе наташ вы как у вас там защитой леса потому что вчера мне начали попадаться сообщения что к активистам защитникам полиция начала приходить может быть именно поэтому уже дочь наташа живет под сан-франциско в беркли если есть какие-то подробности я была бы за них благодарна поддерживаю в беркли находится замечательный институт знаменитая берклийская берклийская да что пишет помидоры 4.39 за фунт и теперь если можно для меня для тупенького я не буду я сразу сдаюсь сколько фунт у нас это сколько но фунт это по-моему больше килограмма да наташ поясните если вас не затруднит наташ мы такие гениальные не могли бы вы посчитать за нас картошка доллар за фунт и доллар с половиной за фунт огурцов надо понимать что это калифорния при этом а не америка и это не самый дешевый магазин согласен калифорния сильно дороже а жилье то представляете в калифорнии чуть не в два раз дороже чем в нью-йорке а пишет там что это может быть троицк челябинской области живу рядом с московским троицком по правилам наш слушатель но если вы там рядом то расскажите как дела фунт 450 граммов нет фунт 400 граммов и фунт 0.33 кг вот несколько вариантов подряд могу сфотографировать вот как мне вам верить вот ребята я смотрю мы тут все 450 400 400 около 400 450 0.33 да умножай да так 400 450 нет Виктор в Америке фунт это 450 граммов да ну вас почем фунт лихо в калифорнии интересуется фунт это примерно полкило новая версия 500 примерно это да 7-8 редко один как они американцы эти живут несчастные вы думали вообще с этими фунтами дюймами приняли бы нормально вот кстати говоря наша национальная идея ребята родилось килограмм и километр главное вот знаешь цель владимир владимирович какая вот я понял наша вот прям миссия привнесем в америка американцам метрическую систему наконец-то и тогда задача на ближайший президентский срок или на следующий будет выполнена вот это вот это вот действительно изменить основы этой разлагающейся индивидуалистической алчной англосаксонской цивилизации англосаксонской англосаксонской выходит байден после встречи с путином говорит признаю Россия не вводит мы договорились Россия не вводит войска на Украину мы переходим на метры сантиметры и рубли заодно еще вот это вот был бы уровень нет а вот это интересное предложение мне нравится мне нравится так друзья про индекс бикмака спасибо что вы напомнили про него да мы уже прочитали Америка настолько отсталая страна что не могут до сих пор перейти на метрическую систему поддерживает твои предложения пишет Игорь из Пятигорска так ребят ну смотри ну это из Мюнхена Мюнхен тоже это примерно как Калифорния в Америке соответственно Бавария в Германии помидоры от 3 до 7 евро за кило огурцы дешевле получается в 3 или 4 раза чем на Кипре от евро до 3 а за штуку извините меня длинноплодные но они там каждый по полкило примерно Виктор вы гений метрическая система для всего мира как предвыборная компания президента ну слушай нам еще здесь в ютюбе бросили донатик спасибо большое небольшой с таким комментарием сейчас умрешь от зависти моя дочь подросток работая на складе в магазине подросток получает 3000 долларов США в месяц еще раз кем работает на складе в магазине подросток подработка 3000 долларов США в месяц и пишут что бензин 4 доллара также и в штате Вашингтон хочется поехать в Вашингтон работать на складе когда у вас освободится местечко свистните нам пожалуйста да но это примерно все продолжение разговора про финские тюрьмы да и швейцарские да друзья мы ждем Николая Карловича Сванидзе оставайтесь с нами не забывайте про видео трансляцию и пишите звоните плюс 7903 797 6333 серебряный дождь 100 ровно и 1 десятая фэм